Всем привет! С вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, я к вам в очередной раз полностью без макияжа. Кто давно подписан на мой канал, прекрасно знает, что это значит. Мы сейчас будем устраивать полный тест-драйв одной интересной марки косметики. Дело в том, что несколько лет назад тональный крем от этой марки был супер популярен на YouTube. Его пробовали многие и здесь он кому-то нравился, кому-то не нравился, мнения о нем разнились. Но вот в чем мнение всех блогеров совпадало, так это в том, что это самый плотный, самый перекрывающий стойкий тональный крем, который когда-либо кто-либо производил на этой планете. Я думаю, вы прекрасно догадались, о чем идет речь. Это тональный крем Дермакол. Мы сейчас с вами будем его наносить. Я обязательно сделаю включение в конце этого видео по истечению в конце дня, как он себя ведет, не сползает ли, забивается в поры и тому подобное. Мы обязательно с вами это посмотрим, для того, чтобы вы наглядно могли все и для себя узнать. Плюс у меня от этой марки есть две базы под макияж. Одна матирующая и вторая с сатиновым эффектом. И также от бренда Дермакол у меня есть рассыпчатая пудра для фиксации, собственно говоря, этого тонального крема. Начинать будем мы с базы. Чуть позже мы будем наносить этот тон. У меня сатиновая и матирующая. Дермакол Мат Контрол Антишайн Эффект 18 часов. Нам заявляет производитель, что эта база будет сдерживать выработку кожного себума. Здесь у нас 20 мл базы. И второй, кстати, очень приятный красивый тюбик. Это, кстати, стеклянная упаковочка. Здесь у нас уже 15 мл базы. И это Satin Makeup Base. То есть база, которая будет создавать красивый сатиновый подсвеченный эффект на вашей коже. Мне кажется, что база под этот тональный крем это правильное решение. Давайте на вот эту часть лица мы с вами нанесем матирующую базу. На вот эту часть лица мы нанесем сатиновую. Как раз будет интересно посмотреть, как они будут себя вести по истечению времени в конце дня. Я обязательно вам все подробнейшим образом расскажу. Давайте сначала, я ни разу не использовала эти базы, не наносила. Я даже не знаю, как они себя будут вести. Я очень-очень тоненький слой наношу. И сразу же давайте наносить вторую часть. Оп. Вот эта сатиновая сразу под руками ощущается как силикон. Вот эта... Давайте сначала матирующую. Ой, тоже как силиконовая. Растягивается очень легко. Сразу же вижу, вот что сразу подмечаю о том, что слегка выравнивает рельеф и чуть-чуть блюрит кожу. Она такая становится как слегка отфотошопленная. У меня как раз сейчас обострился мой атопический дерматит. У меня все лицо в покраснении. Плюс у меня жарко. Смотрите, я сильно краснею. Поэтому еще нагляднее будет смотреть, как перекрывает этот тональный крем. Очень-очень силиконовое ощущение. Супер силиконовое. Прям лицо скользит, скользит. И вторая база. Такое же силиконовое, в принципе, ощущение. Единственное, что текстура чуть-чуть более плотная. Она как более гелевая. А здесь как крем такой, жизненький крем. А здесь как гель. Не знаю, ребят, но я, если честно, если честно, я особой разницы между ними не вижу. По крайней мере, вот так вот в зеркало они смотрятся очень похоже. Ну, вот это вот как-то начинает впитываться. И, наверное, все-таки здесь кожа чуть-чуть более матовая. Но вот здесь вот такого прям какого-то жирного эффекта здесь однозначно нет. Нет. И такое, что прям кожа начала сиять, не знаю, тоже сказать такого не могу. Давайте приступать к самому интересненькому. К самому интересненькому. Это естественный тональный крем Дермакол. Кстати, знали ли вы, что Дермакол очень хорошо подделывают. Огромное количество подделок продается. Даже я где-то читала, что чуть ли там не 70% тонов, которые продаются в наших онлайн-магазинах, это все подделки. Обязательно рекомендую приобретать этот тональный крем, если вам нужно, естественно, такое плотное покрытие у официальных представителей. У нас это сеть магазинов Космос. Здесь присутствует вот такая вот голограмма. Сама упаковочка, она такая, знаете, как будто шершавая. И Дермакол, она выделяется. У меня это самый светлый, по-моему, 207. По-моему, что самый светлый, это 207 оттенок. Внутри у нас металлическая упаковочка в 30 мл. Конечно, такая упаковка, она, кстати, тоже в руках ощущается, как такая вот слегка-слегка шершавая матовая упаковка. Металлическая упаковка, это однозначно не самый удобный вариант. Я сразу же отметила это для себя. И также в наличии у нас имеется инструкция по нанесению этого тона. Как я сказала, здесь у нас 30 мл. Тональный крем этот произведен в Чешской Республике. И здесь интересное название. Дермакол, фильм-студия, мейкап-кавер. Фильм-студия. Вообще, этот тон был создан изначально для грима актеров. Поэтому он водостойкий для того, чтобы актер там выполняет, возможно, какие-то трюки. Да и, в принципе, актерская деятельность не самая простая. Пока актер будет потеть, да, чтобы все это дело у нас держалось на коже. Мы это с вами сейчас и будем проверять. И плюс он очень плотный, который перекроет на вашем лице там от легких капиллярчиков до фиолетовых синяков. Говорят, утверждают, что этот тональный крем одной горошиной способен... Я, смотрите, набираю одну горошину. Способен перекрыть абсолютно все. Вообще прям белый лист на вашем лице. Вот такая вот горошинка. Здесь мне просто размазалась. Ну, примерно одна горошина. Способен перекрыть абсолютно все. Давайте будем пробовать. 207 оттенок, кстати. Я думала, он будет слишком белесый. Нет, он не слишком белый. Хорошо мне будет доходить, я прям уже сразу вижу. Я его слегка вот так вот подразнесу. И буду наносить я влажным спонжем. Пока, по первым ощущениям, ну, знаете, тон и тон. Распределяется по коже довольно-таки просто. Смотрите, да, нигде не залипает. Хорошо распределяется. Может быть, здесь, конечно, играет роль базы. Потому что кожа очень скользкая. Так, ну, что я могу сказать по первым впечатлениям? По базам. Вот эта сторона, где у нас сатиновая база, она реально выглядит сейчас менее заматированной. Потому что вот эта сторона, она реально матовая. Я бы ее в обычной жизни даже не припудривала. Потому что мне такой эффект нравится. Он живой. Не супер такой персиковый, когда все волоски, знаете, такие аж встают. Нет. Довольно-таки приятно. Здесь более сияющий, более именно вот именно сатиновый финиш. Кстати, по тональному крему я не добавляла. Мне на самом деле горошины хватило для того, чтобы полностью перекрыть все свои нюансы на лице. Честно признаться, я ожидала худшего. Реально худшего. Мне казалось, что это будет лежать прям как маска. Но нет. Я не могу сказать, что это лежит прям как маска. По первым впечатлениям, мне все нравится. Распределяется этот тон, по крайней мере, в коллаборации с базами от своего же бренда. Хорошо. Нигде он у меня не залип. Распределился быстро. С таких проблем, как, допустим, с тональным кремом от Estee Lauder WS, с которым не все могут справиться. Потому что, если чуть-чуть ты замешкался, не успел что-то нанести, если кто-то позвонил и ты отвлекся буквально на 30 секунд, то он от Estee Lauder, он залипает и распределить его уже невозможно. Он начинает хлопьями ложиться и приходится начинать все заново. Здесь таких вопросов с ним не возникло. Он довольно-таки пластичный. Потому как он выглядит на коже. Особой фиксации я уже вот сейчас минуты полторы-две с вами болтаю. Он не до конца фиксируется. То есть, я вижу, что он отпечатывается на моих руках. И потому как он выглядит, я реально ожидала худшего. Я уже это говорила. Мне казалось, что это будет маска. Но он смотрится как классический, стойкий, плотный тональный крем. Не хуже. И однозначно, как не самый худший плотный тональный крем. Здесь, кстати, по-моему, еще и SPF имеется. Сейчас вам скажу. Да, здесь еще и SPF 30. Водостойкий, гипоаллергенный, SPF 30. Поэтому, ну, первое впечатление очень даже приятное. Давайте еще попробуем и пудру. Эта пудра называется Invisible Powder. У меня это самый светлый оттенок Light. Она, по-моему, представлена в космос. У нас трех оттенков Light, Medium и Dark. Здесь целых 13 грамм продукта. Это довольно неплохой вариант. И выглядит все довольно лаконично. Приятный плотный пластик. Внутри фирменная пуховка и сама пудра. Оттенок Light, кстати, довольно-таки светлый. С легким-легким желтоватым подтоном. Пудра очень мелко помолота. Даже, знаете, когда я до нее дотрагиваюсь, она как будто в крем превращается. Настолько приятная и шелковистая. Что делает эта пудра? Ну, во-первых, она очень хорошо матирует. И слегка даже блюрит поры. Кожа выглядит более красиво после нанесения этой пудры. Опять же, если вы любите матовый эффект. Знаете, о живом натуральном эффекте здесь говорить, естественно, не стоит. Это именно матовый финиш. Ни больше, ни меньше. В общем, посмотрим, как ведет себя эта пудра после 7-8 часов ношения. Так, девчонки, ну что, я уже вернулась домой. У меня на часах 21.09. То есть, тональный крем на мне прожил примерно 7-8 часов, не меньше. Что могу сказать? Давайте, наверное, сначала сделаем выводы по поводу баз. С этой стороны у нас была с вами матирующая база, и с этой стороны была сатиновая. Вы знаете, откровенно сказать, я не припудрила, я абсолютно ничего не делала со своей кожей. Какой-то существенной колоссальной разницы между стороной сатиновой базы и матовой я особо не вижу. Если вот так вот близко присматривать, вот на этих участках, где у меня самая жирная кожа, может быть, чуть-чуть все-таки сатиновая база заблестела больше, чем та сторона, где у меня была матовая база. Но, опять же, повторюсь, что существенной разницы на своем лице я от баз особо не вижу. Матирующая база, учитывайте то, что у меня жирная кожа, справляется довольно-таки неплохо. Я не поправляла, у меня нигде ничего особо не сползло. Смотрится все довольно прилично. Самый главный вывод по тональному средству Dermacol. Как он продержался? Во-первых, он, если я в начале видео сравнивала его с Estee Lauder W по степени покрытия и W, его тоже нужно совсем чуть-чуть. Он растягивается по всему лицу. То здесь W, он очень быстро фиксируется и фиксация там железобетонная. Здесь у Dermacol у него фиксация не такая. Он однозначно более плывучий. Давайте попробуем тут даже ради интереса. Вот смотрите, ради интереса, да, то есть у меня он сползает. Estee Lauder у меня тоже спустя 7-8 часов сползает. Но все-таки Estee Lauder, если вот именно сравнивать, он более самофиксирующийся. Здесь тон, он опять же распределялся легче и он не так сильно фиксируется. Но если смотреть на общие очертания лица, то как смотрится этот тональный крем в течение дня, учитывая то, что я вообще не припудривала, ничем его не поправляла, все довольно-таки неплохо. Он у меня, естественно, подзаблестел. Но на мне любой тональный крем заблестит через 7-8 часов. А если это будет какой-то CC или BB или увлажняющий, заблестит он на меня вообще через час. Слегка забился, не слегка, а хорошо так забился у меня вот здесь вот в крылье носа. Но опять же, у меня все тональные средства забиваются и смотрится нигде, никаких проплешин нет. Он у меня нигде не пополз. Я частенько люблю вот здесь вот подбородок потрогать. Ну, все вроде как бы смотрится неплохо. Опять же, я ощущаю его, естественно, на своей коже. Все понятно, что этот тональный крем, он не на каждый день. Знаете, я по внешнему виду реально ожидала худшего. Я думала, что будет такая какая-то маска плотная, будет неприятно с ним ходить. У меня были дела, я даже волновалась. Думаю, как на меня люди будут смотреть и реагировать. Но этого не оказалось. Он реально неплохо наносится, он неплохо выглядит на коже, как какой-то обыкновенный стандартный высоко кроющий тональный крем. По стойкости он, конечно, не феноменален, но довольно-таки неплох. В общем, если нужен тональный крем на какие-то такие мероприятия, особенно если у вас нормальная кожа на вашу, он будет держаться еще лучше. Плюс степень покрытия, да, на самом деле у него очень высокая. Вот такие вот у меня смешанные чувства о нем. И пудра. Пудра, кстати, очень хорошо впиталась в кожу и держала этот тональный крем на местах, потому что я думаю, что если бы я не припудрила этот тон, он бы начал бы где-то у меня досползать. Поэтому пудра мне, в принципе, понравилась. Она незаметна, она достаточно быстро на моей жирной коже как бы подружилась с тональным кремом и выглядела очень органично и хорошо, поэтому пудра мне также однозначно понравилась. В общем, делайте выводы сами, надо вам такой плотный тональный крем или не надо. Ощущаешь? Ощущаешь, да, но степень перекрытия очень высокая. И этот тон не на каждый день, но если есть что скрывать, то можете обратить внимание. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс, заходите в гости, в контакт, в инстаграм. Буду рада каждому гостю. Всем спасибо, пока-пока.